здравствуйте дамы и господа это канал georg and co я его ведущий георгий и сегодня я продолжаю прохождение игры jack smith jack smith эта игра про кузнеца которая решился спасти принцессу из лап злобного дракона и сегодня мы будем играть за того самого кузнеца и мы будем управлять как его кузнецом так и его небольшой но очень-очень мощной армии которая будет очищать мир от различной нечисти и в конце концов нашей задачей является уничтожение там восемь самого дракона ну что ж дамы и господа не будем терять время и начнем и продолжим прохождение этой игры нажимаем на самую большую кнопку на этом экране и нажимаем select новый враг какой-то пиг какой-то какая-то свинья сильная движемся мы куда-то непонятно куда день 5 какие-то огненные враги сегодня придут к нам этой осенью вот такой огненный враг огненный враг я опять не успел прочитать что они нам сказали время не чечет и надеюсь надеюсь время не чечет сейчас нет вроде не чечет это хорошо тогда я могу сказать вот что мы должны наверное построить как я уже говорил в этой серии нам нужно строить оружие чтобы уничтожать своих врагов а потом командовать своей армии если кто не знает эта игра расположена на сайте armor games и поиграть нее может каждая ссылку я оставлю в описании к этому видео так вот поскольку огненные враги наверное нужно использовать холодное оружие как раз мы можем построить ледяной лук нам нужно какое-то 18 14 23 поэтому построить не можем поэтому и смотреть туда тоже не будет тут нету нас никаких от никаких этих этих как их вы называет там ой совсем память потерял рецептов вот что хотел бы сказать ну что ж приступаем приступаем к нам пришла свинья за оружием 18 14 23 так ей нужен меч делаем меч меч проще всего делается огненный урон это вот это оружие дает огненный урон для огненных врагов которые помогут с этими монстрами сегодня хотя по-моему наоборот тут огненное оружие как раз против огненных врагов мой бронзу 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 наливаем тут и делаем оружие по очереди мы не будем сегодня стараться делать все сразу иначе мы все потеряем и разольем и какое-то оружие у нас будет только хуже от этого лучше уж не будем торопиться потому что поспешишь людей насмешишь раз-два надо попадать идеально в идеальную точку чтобы было грейт а лучше перфик но на это мы уже рассчитывать уж не будем прекрасно мы создали практически идеальный меч делаем рукоятку 2 рукоятки идеально осом прелестно прекрасно кладем осом прекрасный меч красота огненный урон 12 199 97 отлично прекрасно рецепт какой у нас но это для лука сталь сталь нам нужно у нас сталь есть а сталь есть 18 14 3 как это называется это булава собираем ее из бронзы стали мы никому не отдадим кроме лучников делаем 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 двигаем двигаем мышью быстро 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 и сливаем 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 аккуратненько сливаем 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 и слили все теперь собираем булаву из различных частей ой ой вот так вроде как вот так и вот так вроде идеальная собрал надеюсь ну почти идеально Надо было булаву эту какую-никакую Вот такую сделаем Ну хоть что-то будет 18, не будем ничего тратить Вот так, чтобы она Хоть как-то была нормальной И какой-никакой булавой, достаточно сильной Нам пришло... О, 100 прекрасное Блестящее мы сделали оружие Лучше такого оружия Сделать нам не удастся Делаем измени Медь у нас быстро разогревается Поэтому мы торопиться не будем И делаем все по очереди Потому что, видите, у нас очередь в левом верхнем углу Но мы ее пока удовлетворять не будем Создали метчик красивенький И прекрасненький Раз, два, три Надеюсь, я буду быстро и красиво все попадать Я, к сожалению, промахиваюсь Промахиваюсь я, увы Тратим Давайте девятку потратим Вот такое Перфект 18 трать не будем Грейт Вот так Ну так, кое-как То есть, не слишком хорошо Не слишком плохо Вот мы плохо собрали ручку К этому мечу, к сожалению Еще раз вспомним 18, 14, 23 И сталь, конечно же Создаем лук Лук создаем Сталь Последние остатки стали Сталь нужно долго-долго разогревать Двигаем мышь вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз Подбавляем мы тепла Ущана С кипящим железом И сливаем его аккуратненько Не слишком быстро, не слишком медленно Чтобы меч наш не сломался И не стал кривым Растягиваем меч Растягиваем лук 18 14 23 Очевидно, что этот Перфект Эпик вэпон Плюс 6 урона Это просто прекрасно Надеюсь, он будет эффективен По-моему, мы на 100 собрали Неужели я собрал лук На 100 В общем, идеальный лук я создал Это же, я не верю Неужели я так хорошо смог собрать лук Стреляем по камнями Стреляем камнями по слизню злому Который хочет всех Перебить И проучить Стреляем Стреляем по злобному слизню Стреляем по слизню Стреляем 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 Надо, главное, стрелять очень разумно Не слишком сильно Не слишком слабо Точнее Полностью надо стрелять По времени Чтобы попасть Именно по тому врагу По которому хочешь Не по мертвому врагу Потому что В прошлой серии Если вы ее не смотрели Вы сразу же узнаете Как я случайно попал По мертвому уже врагу И просто Напросто потерял Выстрел в некуда Это очень плохо И неприятно получилось Надеюсь, нам удастся Убить вот этого Босса, как я понимаю Уже один человек У нас уже сбежал Надеюсь, лучник не сбежит Самый сильный у нас Это баран Баран крепкий И злобный Сопротивляется И не умирает Мы выстрелили По сундуку Стрелять по сундуку Смысла не было Его Успешно вскрывают Наши Солдаты В этот раз Мы играем Намного лучше Чем в прошлый раз Кузнец Конь Получает новый уровень Теперь мы получаем Какой-то Джурнеумен Какой-то 61 Изумруды И множество Множество Различных полезных вещей Они нам все пригодятся Несомненно Какой-то Поинтед Шилд Шилд Надеюсь, он нам Поможет Мы Проезжаем на следующий день День шестой Рассказывай Рассказывай Пес Что Кто тут у нас Ой-ой-ой Я не успеваю читать Какие-то морозные Огненные Враги Новое умение Какой-то лук Создать мы лук Никакой не можем Кристалл у нас нет А также Нам надо не тратить 50 16 22 Ой, что я делаю Что я делаю Постоянно сбрасываю эту Ну, передвигаю Мышь неудачно Кристалл Ну Ладно К счастью Время не идет Поэтому Ты можешь купить Кое-что Подождите Кристалл Можно купить Кристалл 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 Руда Нет Ты не продаешь Ну, не продаешь И не надо Кристалл К сожалению Нам Щит О, как щит Теперь вы можете делать Щит Поинтед Шилд Нальем его Давайте его из Бру Из меди Самый плохой Самый плохой Потому что Я боюсь Его Я и спорщу Просто-напросто При создании Он будет Вредным щитом Бесполезным И никому Он пользы Никакой не принесет Поэтому Надо быть Очень и очень Осторожным Надо его Красить О, как Щит Надо красить Э, как-то Его надо Краска Кончается Надеюсь Я Красиво Надо его Посередине Герб Поставить Непонятно Зачем Герб На щите Надеюсь Я его Хорошо Покрасил Краска Отличная Все Я правильно Сделал Надо и дальше Так же Продолжать Лук Давайте попробуем Хороший Сделать Лук Давайте Сделаем Лук Из Железа Растапливаем Железо И делаем Еще один Лук Точно так же Из Железа Главное Не забыть Что мы Делаем Точно Такой же Лук Так Ускоряем Течение Времени Для этого Лука Наливаем 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 И Сливаем Сливаем Достаточно Быстро Чтобы Не потерять Тут Лук И это Так же Создать Создаем Этот Лук Параллельно Тому Экономим Драгоценное Время За это Мы получим Драгоценные Монеты Которые Мы Сможем Кое-что Купить Посмотрим Что мы Сможем Купить В обмен На эти Драгоценные Монеты Растягиваем Лук Вроде Вот так Надо его Растягивать Прям Вообще Совсем Уж Пока Ничего Тратить Не будем Девятку Мы можем Потрать Она Никому Не нужна Тем более Ой Опять я Проматываю Ладно Надеюсь Я ничего Не потратил Лишнего Отлично Блестящий Лук Блестящий Лук Продолжаем Создавать Вот этот Лук Блестяще Натянули Тетиву Ставим Этот Как его Для Не буду Даже комментировать Потому что Времени Нет Надо Ставить Наконечники И древко Стрелы Создали Насколько Хорошо Я не знаю Насколько Ну Не идеально Но все же Очень даже Хорошо Создаем Секиру Давайте мы Секиру Создадим Очень-очень Мощную Из стали Прям таки Разогреваем Секиру Надеюсь Я не потратил Никакой важный Ингредиент Который мне Пригодится В дальнейшем Это будет Очень плохо Если я его Потратил Надеюсь Я ничего Не потратил Зря Разогрели Полностью И сливаем Ну я лучше Не буду Торопиться Монеты Мне не так Нужны Как качественные Войска Лучше Не экономить На своих Солдатах Согласитесь Не правда ли Руки Трясутся Не могу Никак Поставить Вовремя Я тем более Хочу Как можно Быстрее Это все Сделать О Вроде Хорошо Почти Идеально Ставим 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 Рукоятку Ставим Заглушку Да Смотрите Там были Индикаторы Здоровья Этого Персонажа И так далее Здоровья Этого Урона И так далее И еще Чего-то еще Быть может Упланение Не знаю Точно Щитоносец Овца Щитоносец Защищает Нас Я так понимаю Но при этом Она не защищает Как я понял Ой я опять Не рассчитал Время И смотрите Я попал По мертвому врагу Так делать Ни в коем случае Нельзя Надо вовремя Рассчитывать Время Чтобы не проигрывать Иначе проиграешь И будет все Конец Стреляем По таймингу Как говорится Выстрелили полностью И продолжаем Стрелять Я постоянно Нажимаю На единичку Не буду так сильно Нажимать Чтобы вам Не было шумно Потому что От нажатий моих Создается лишний шум А он будет вам Совершенно Неприятен Стреляем По огненному Какому это свинье С клыками Даже скорее кабану А не свинье Я так понимаю Последний враг Надеюсь мы его одолеем Но вроде половина здоровья У большинства наших персонажей Уже до сих пор есть Это просто прекрасно Один человек бежал Не бежать с поля боя Бороться до смерти Не бежать Не шагу назад Сражайтесь Сражайтесь Молодцы Хотя два человека У нас оказались предателями Сражаться они не стали Это очень плохо Позором Больше мы их в армию Убрать не будем Они погубили нашу Предали нас И больше мы их Какой-то шипастый Новый враг Человек-амфибия Какой-то вообще Непонятный Попытаемся Теперь его тоже одолеть Так вот Так вот я совсем забыл Рассказать вам Водяные враги Хорошо как Огненные враги Сейчас Дизайн Щит какой-то У нас золота нет Да Надо 50-й 16-й И 22-й Не тратить В магазине У нас до сих пор Нету руды Качественной Поэтому И покупать тут Нечего Смысла никакого Нет Покидаем Магазин Собираем Щит Щит Будем такой Умеренный Делать Из бронзы Почему бы из бронзы Его не сделать Разогреваем Разогреваем Горн Разогреваем До полного До полного 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 Нагревания До идеальной Температуры Не слишком высокой Не слишком маленькой Выливаем Воду И красим Щит Простейшей краской Красим 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 Покрасили Все вроде бы Почти идеально Почти идеально Не знаю Насколько надо Хорошо прям сверху и снизу оставлять. Так вот. Какой он? 99. Покрасили. Ну, это я не понимаю, как качественно ставить... Ой, качественно ставить герб. Не знаю. Золото. Золото мы тратить не будем. Потратим мы железо. Железо потратили на этот меч. На эту, как и он, секиру мы потратим самое лучшее. Ну, почти есть самое лучшее. Не слез. Потому что мы будем хранить все-таки золото до будущих времен. А ну, нам еще пригодится. Гуд, 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 гуд. Я плоховато, конечно, эту... Этот меч отделал. Прямо скажу. Надо лучше работать. Не пытаться попадать в идеальную, но все же не слишком надо... Прям нужно подать тютелька в тютельку. Идеально. Меч создали урон, здоровье и... уклонение. Я буду так называть. Еще один меч. Создаем. Создаем еще один меч. Создадим, пожалуй, его из меди. Простейший меч. Простейший меч. Но пока хорошего, ничего создавать не можем, к сожалению. У нас нет ингредиентов для этого. Увы. Собираем меч. Great, 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 great. Прекрасно. Добиваем меч. И накладываем рукоять. Раз. Защита. И рукоять сама. Защитная заглушка. Прекрасная ситуация. Стой... Ну, мы собрали плохо рукоять, к сожалению. Сейчас посмотрим дизайн. Может, мы все-таки сможем создать. Но у нас нет вот... Ну, это стрелы. А тут у нас нет никаких. Мы не можем создавать никаких уникальных мечей, никаких уникальных секир. Только стрелы и только щит. На щит нам нужно золото, а золота у нас нет. К сожалению, поэтому... Создаем секиру. Создаем секиру. А давайте прямо из золота. А почему бы и нет? Да, прямо лучший-лучший металл отдадим. Чтобы сражалась армия наша как можно-как можно сильнее. И чтобы шансы на победу у нас были как можно-как можно выше. Разогреваем. Идет воздух. Воздух. Который добавляет огня. В адское пламя. Соливаем. Соливаем разогретый металл. И собираем нашу секиру. Надеюсь, я ее соберу идеально. Вот, вроде идеально собираю почти что. Почти идеально. Это все-таки не идеально. Почти идеально это не идеально. Так что... Почему-то перфект, хотя криво стала эта рукоять. И почему-то тоже перфект, хотя криво стало все равно. Ну да ладно. Посмотрим на оценку нашу. Конструкция у нас на 99. Интересно, насколько дает бонус, если мы соберем на полностью на 100% эту конструкцию, стреляем по нашему врагу, стреляем по злобному-злобному пауку, который хочет нашей смерти, хочет нас отравить смертельным ядом. Мы такой возможности ему не дадим. Не дадим такой возможности ему. Щитом ударили. Мы получаем достижение. Убили 30 врагов. Рубим злобного кабана, который рубит нас, в свою очередь, своим мечом. Не знаю, как его называют. Зазубренный меч. Какой-то теперь человек-амфибия злобный нападает на нас. Очень сложный враг, я так понимаю. Надеюсь, мы его одолеем. Но ничего гарантировать не могу. Тем более, по-моему, мы даже, скорее всего, его не одолеем. Очень уж сильный враг. Посмотрите, посмотрите. Какая слабая у нас армия. Хотя мы дошли со всей армии. Но, похоже, к концу боя все нас покинут. Все союзники нас покинут. Надеюсь, нам все-таки удастся победить. Но очень уж сильный враг. И очень уж слабая наша армия. Надеюсь, все-таки нам удастся их одолеть. Но все-таки не уверен. Но все-таки удалось нам одолеть. Это просто прекрасно. Мы получаем сундук и дополнительный рецепт. Это просто прекрасно. Убить игроков в течение 5-3 дней. Какое достижение. Я не успеваю перевести, не успеваю прочитать. Гладиус. Какой-то Гладиус. Длинный меч, будем его называть просто. Проезжаем дальше. День 8. Останавливаемся. Рассказывай, пес, что там кто-то у нас огненный. Водяной, водяной. Ой, ой, я не успеваю. В общем, вода и огонь. Так. О, мы можем создать обычный какой-то Барбариан. Но если кто-то будет такой с мечом, тогда этот будет с уникальным мечом Барбариан. Как его создать-то? Как его создать-то? 25, 25 и 31. Ну давайте создадим. Создадим. Обычный пока. Барбариан. А, я забыл, 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 забыл. Забыл, как же Барбариан. Из железа. Из железа, из железа создаем Барбариан. Из железа, айрон. Я опять забыл. Я опять забыл, из чего создавать. Сталь была это или железо? Железо, да. Железо, айрон. Разогреваем, разогреваем. Не тратим время попусту. На этот меч мы выделим все свое внимание, чтобы у нас был хотя бы один, но крайне-крайне эффективный человек. А я так и не понял, мы можем давать другой меч, не совсем такой, как этому персонажу, или нет? Не знаю, непонятно. Трудно сказать. Так, попадаем, попадаем в грейд. Но я промахиваюсь, когда пытаюсь попасть в грейд. Меч поэтому не совсем совершенный. 25. Перфект. 25. Осом. Я забыл, опять я забыл. Память подвела. 31. Не зря посмотрел. Я бы взял не то. Точно я вам скажу. Тридцать. Так. Ээээээ. Кап 31. Что-то я не понял. У нас, что его нет? А как же у нас так-то есть? И как-то его нет? А мы же помечать можем, я совсем забыл. Как его, 31-то? А, вот! Продвижение. Фух. Эм... Ну, ничего, я сейчас тут затупил очень сильно. Но зато мы хотя бы собрали идеальный меч. Собрали. И даем его нашей боевой свинье. Свинья улыбается от радости. Даем щит козлику. Козлику даем щит. Сталь мы сэкономим. Хотя, почему бы и не отдать ее на щит. Щит собирается достаточно легко. Главное, правильно его красить. Поэтому, поэтому, да. В следующих боях мы будем уже экономить время. Но в этих мы боях не будем экономить время. Потому что я боюсь доэкономиться так. И сделать армию слабой. Пусть мы будем тратить некоторые ресурсы. Красим. Покрасили идеально. В идеальные условия мы поставили наш меч. Грейт. Прекрасно. Я все забываю рассказать, что... Что значат эти показатели. Не успеваю. Не хватает. Меч, смотрите. От этого... От этого металла зависит наше здоровье. О, кристалл. Кристалл. И что у нас было из кристалла-то? Помечаем. Помечаем. Это ремоф. Это снять. Снять. Если у нас будет лук, то мы его сделаем из кристалла. Щит. Щит. Кости заливается. Сделаем его из бронзы. Топор сделаем из золота. Идет время. Сливаем. А потом переходим к следующему топору. Надо не слишком быстро сливать. Интересно, насколько быстро можно сливать так, чтобы не сломать щит. Так, посмотрим, посмотрим. Разогреваем, разогреваем этот... Этот щит. Надеюсь, все будет хорошо. Ничего у нас не взорвется. Сливаем тоненькой струечкой. Слили. Прекрасно. Собираем секиру из золота. Чистого золота. Хотя из золота оружие никогда в реальности не сделали. По той простой причине, что золото это мягкие металлы. Особенно, если чистое золото, то оно вообще слишком мягкое, чтобы его использовать. Но в этой игре для красоты будем. Будем считать, что это золотое напыление. Чтобы устрашать своих врагов. Перфект. Все идеально. Все прекрасно. Почти идеально. Почти идеально. Красим щит. Красим щит. Красим щит. А! Мы можем же останавливаться. Тьфу! Мы можем останавливаться в покраске. Не обязательно прям вести идеально. Ну да ладно. Получилось как получилось. 15 здоровья будет и 10 огненного урона. Видели там? В правом нижнем углу. Конструкция. Я никак не понимаю, как конструкцию сделать для этого щита идеальной. Все не получается у меня. Какой-то лавовый человек у нас. Атакуем его. Атакуем. Получаем. У нас прямо группа, которая прямо уничтожает врагов за первый, за первый, за первый, за первый замах. Только все замахнулись и брак уже упал от страха. Да, именно от страха. Не от того, что мы его ударили. Ну, конечно же, слегка приукрасить свои достижения. Почему бы и нет? Пусть-то нас будут слагать различные песни и оды. Да. Выстрел. Враг пал. Ну, прям мы идем просто идеально. Я думаю, нам удастся победить даже последнего нашего врага. Хотя вот слабеет наша уже армия. Слабеет. Откровенно скажем. Но уже победа, я думаю, очевидна. Мне. Поскольку, ну, очень... Очень сильная у нас группа. Не враг слабая, а группа именно сильная. Хотя у нас щитоносец уже один сбежал с поля боя. Прямо под конец битвы. Мог бы и потерпеть. Мог бы просто спрятаться в задних рядах. Делая вид лишь, что он сражается. А на самом деле, не сражаясь. Что же мы получаем? Самое ценное. А самое ценное, это будет у нас девятый уровень. Именно. Какой-то мечник. Мечи. Как... Мечекузнец. Вот. Ну что ж, дамы и господа. Спасибо за просмотр этой игры. Под названием Jack Smith. Надеюсь, вам она игра понравилась. Оцените это видео. Расскажите, что вам в этом видео понравилось. А что не понравилось. Спасибо за просмотр.